Привет, друзья! С вами Ревун. Мы продолжаем смотреть игры БНФ Лиги. Сегодня у нас эпоха бронзы против Олега, сегодня у нас ПВЗ. Давайте сразу начнем. И пока игра загружается, я вам расскажу немножечко о нововведениях. К сожалению, времени катастрофически не хватает, поэтому на лифт стрима времени у меня нет. Но каждый день я буду выбирать один из матчей, которые буду вам показывать и выкладывать на своем канале на ютубе. А вы, пожалуйста, не забывайте заходить, смотреть. Может быть, вам будет интересно. Обязательно пишите комментарии, если вам что-то понравилось или вам что-то не понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не ждать ссылки на форуме. Ставьте лайки, дизлайки, как-то участвуйте в жизни канальчика. Но я постараюсь радовать вас интересным контентом из наших форумных игр. Тем временем к игре. Олег у нас фиолетовый протас находится справа. На правом нижнем респе карты Мороз. Эпоха бронзы. Оранжевый зерк находится слева. Нижние респы у игроков. Ну, давайте посмотрим, что они нам предложат. Олег, скорее всего, будет играть Nexus First. Что-нибудь такое. Эпоха бронзы тоже, скорее всего, будет играть в какой-нибудь макро. Это не тот человек, который любит почистить. Ну, или, по крайней мере, если верить тем гайдам, которые он размещал на форуме. Разведка будет более чем удачной. Но такая разведка удачна для обоих. Потому что Олег найдет эпоху бронзы. А эпоха бронзы, в принципе, поймет, откуда могла прийти такая ранняя разведка. Она, в принципе, могла прийти только справа. Если, конечно, он ее увидел. В чем я лично сомневаюсь. Ну, и сразу Олег будет пытаться, пытаться помешать поставить хату. Да, тут явно Nexus First, потому что ничего тут нет. Пилончик заваривается. Ну, да, все как обычно. Эпоха бронзы по этому поводу едет ставить хату в другое место. В другом месте его тоже встречают. Эту хату в другом месте не поставится. А, и пилончик вырос, не отменился. Будет пул вместо хаты. Что тоже логично. Так, обычно пилончик отменяют, потом ставят еще одну, чтобы минералы не терять. Но тут пилончик уже поставился. Хаты не будет. И пробка таки оторвалась. Сейчас, наверное, где-нибудь все-таки хату поставят. Все, потерял. Потерял Олег пробку. Что вообще без хаты. Газ уже ставится. Ну, тем временем тут. Открывается через форжу. Олег и И. Это прекрасно видно. Ну что, хаты не будет в ближайшее время. Будут первые собаки. Думаю, что с сотней газа уже нарисуется скорость лингом. Газ добывается. Пробка сейчас протеряется. Нет, не протерялась. Выжило, но пилон спиливается. Таким временем, таким образом, у эпохи бронза, конечно, просадочка по экономике. Отлично выполнил Олег необходимый минимум для игры в Nexus First. Nexus поставил, рампу застроил и приостановил. Приостановил постановку хат. Но эпоха бронза не лыком шит. Он сразу две хаты ставит. И попытается, попытается догнать по экономике. Скорость лингом уже делается. А нет, это не скорость лингом, кстати. Это скорость овером. Вполне себе. Линги все еще без скорости. Пробочка прибегает посмотреть, есть ли тут. Третья, третья тут есть. Гоняться с ней никто не собирается. Переводятся рабочие. Собачка грамотно контролит. Дрончик тут выжил. Стоит наверху. Нормально, сейчас комфортно должен себя чувствовать Олег. Тем более, Мазершипкор уже появился. Сейчас можно будет снять эту собаковую блокаду. Он чего-то не очень на эту тему парится. Роб заказан. Ау, собачки. Покидают этот мир. Добавляются газы, но вот этот газ добавился. Он не качает, к сожалению. Ну, я так чувствую, сейчас будет такой злой у Макрокопилова. Наверное, в муту будет выходить эпоха бронзы. Мне почему-то так кажется. Судя по тому, что рачатни нету. Армии нету. Ресурсы копятся. Что-то это очень похоже на муту. А тут уже Старгейт и в Старгейте. Заказана фенечка. Небольшой соплай блок, конечно, отложит появление этой фенечки. Но она все равно появится. Из роба вылетает. Опс. И даже если здесь будет мута, ее, конечно, увидит. Увидит Олег. Оверы тем временем развешены. Оверы летают. Видим быструю, довольно-таки, третью. Третий Nexus на 8.41. То есть будет совсем глобальная макроигра. Оверок видит все. Оверок все понимает. И про Старгейт понимает. И про роба понимает. Робобой вот только не увидел. Скорее всего. Ну и четвертая поставлена от эпохи Бронзу. Ну, логично. Увидел третью. Увидел отсутствие армии у Протаса. Поставил свою четвертую. Так, бейлинги будут. Бейлинг Нест есть. Ой. Что-то мне подсказывает, что... Это может быть дроп какой-нибудь бесявый. Потому что оверы вот собираются сейчас в одном месте. Не знаю, перевешиваются они. Или они просто перевешиваются под спорки. Потому что, может быть, феньки прилетят и будут их нарезать. Собственно, феньки-то уже летят. И оверы там... Спаслись, да. Спаслись. Просто спаслись. Эволюшиным закрывается вход. Гриды пока не делаются. Зато делается первый колосс. Собачки, скорее всего, соберутся напрягать третью. Но тут третью будет очень трудно напрячь. Потому что фотонок, ну, очень много. Целых три. Правда, они все висят на двух пилонах. Пилоны проще будут сбрятать, чем фотонки, мне кажется. Ну и все-таки что-то мне подсказывает, что это будет дроп. Какой-нибудь бесявый дроп. Или нет. Ну, не факт, не важно. Ям заразителей. Редкий случай, когда подходит уже 12-ая минута, ничего интересного не происходит. Совершенно ничего. Не назвать эту игру прямо кроватью. Кровавый. Ну, все, полностью закрыто. Третья нычка. Не подкопаешься, не пройдешь. Ах, ну, все-таки бейлинги сбросились. Бейлинги сбросились на вторую. И так, прилично, конечно, нарезали. Что-то попотерим. Да, 17 рабочих в минус. Норм так. Хорошо вошло. За это, естественно, наказаны. И эти нужно тоже спасти. Хотя спасти их будет практически невозможно. Ну, да. Колоссов тем временем становится все больше и больше. Два в заказе. Тарковня в заказе. И, похоже, все-таки соберется сделать какой-то выход. Плохо бронзы. Так, сейчас 4 овера еще потеряются. Два-то потеряются точно. И тех двоих тоже Сможет скушать Олег. Успеют они дропнуть или не успеют? Черт их знает. Уже сталкеры появляются. Фатонки уже стоят. Дропнуть будет архи. Не просто. Дропнуть он будет Не бейлингов. Он будет дребать собак. Убивают не того овера. Фатонки расстреливают другого. Пофейлено, потрачено. Здесь, в общем, тоже пофейлено И тоже потрачено. Хотя, конечно, кто-то умер. Сейчас посмотрим. Да, еще рабочие убились. Разводят дропами Акетеран. Бронза Олега. Немножечко, конечно, просадил экономику Таким образом. Олег тем временем готовит призму. Ну и выход тут такой приличный довольно выход. Четыре колосса с Энтрики. Так, и куда призма полетела? Ага, призма полетит на четвертую. Скорее всего, срезать ее. Там ничего нет почти. Почти ничего нет. А что по лимитам? Зерга пока больше. Семь ультралов там в заказе. Они, правда, будут не сильно грейженые пока что. И Нидус. Вы посмотрите-ка, еще есть Нидус. Ой, отрезаны. Отрезаны были, казалось бы, филдами ультралы, но нет. В результате просто получше кайтят. Еще тут толпа квин. Но что-то как-то не очень. Ультралы гибнут один за другим, сжирая гейтовое мясо, и дошли до колоссов. Посмотрите-ка, проломили, продавили, но колоссы будут кайтить, насколько это возможно. Квины тут тоже разобрались со всем, что было. Тем временем, призма едет нарезать базу. Нужно реагировать как-то на этих дарков. Та реакция происходит. И дарки такие умирают. Призма тем временем с другой стороны уже набрасывает. Видимо, их две. Так и есть. Да, ну и, конечно, четвертая нычка сейчас потеряется. Беллинги тут готовы тоже сдропнуться. Да, четвертая будет потеряна. Это совершенно однозначно. Выход такой, приличный выход. С дропом от эпохи бронзы. Вопрос только в направлении. Дарки продолжают нарезать. Призма повисла, сейчас что-нибудь варпнет. Беллинги сейчас тоже будут сдропнуты. Ну-ка, 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 ну-ка. О, там еще пара роботиксов образовалась. Ну, не сказать, что Беллинги блестяще дропнулись, прямо скажем. Призма ничего не варпает. Сейчас будет атака. Ничего рейнджевого нету, кроме Квин. Это не очень здорово, конечно. Но, тем не менее, ультрала они молодцы. Грелочки добавляются. Целая одна была. Ультралам, конечно, очень тяжело здесь выживать. Очень тяжело здесь что-то нарезать. Пробиться на базу не удается. Квины погибают, нерасконтроленные. Да, иммортала колосса. Они такие иммортала колосса. И тут уже варп. И тут уже варп, и тут уже зелоты, и тут уже дарки. Ждут только команды. Забегание с собаками успехом не увенчается. Оверы еще потеряются до кучи. Обязательно несколько. Ну и пошло нарезалово. Зачем был сделан Нидус, не очень понятно. Насколько я понял, Нидус ни разу не сработал. И эпоха бронзы... ...выигрывает. Точнее, проигрывает первую игру. Олег первую игру выигрывает. Стремительно сразу же идем смотреть вторую игру. На Илонсу. Те же там же, Олег сверху, и эпоха бронзы снизу. Посмотрим, что в этот раз выберут игроки. Ну, я думаю, что бы не отступит от макро. От макро-плея, тем более. Олегу нужно будет очень аккуратно застраиваться, потому что Илонсу такая карта, могут прибежать с совершенно разных сторон твои соперники. И эти самые твои соперники, когда они зерги, забегают просто изо всех щелей, и очень трудно отбиться. Пробочка поставила пилон, сразу едет мешать ставить вторую, там третью. Какую там можно поставить еще? С пулла открывается эпоха бронзы сразу же. Без всяких лишних слов. Ну, а Олег сейчас поставит Nexus First. Нет. Сначала форжа, смотрите-ка. Сначала форжа, потом уже Nexus. И безболезненно ставит хату Олег. Хату в эпоху бронзы. Олег ставит Nexus. Олег это дело видит. Совершенно точно можно сделать вывод о том, во что играет... во что играет Protoss. Ну, собственно, и про Protoss, и про Зерги все понятно, потому что разведка увидела все, что могла. Ах-хм-хм. Так, вопрос, когда Зерг будет ставить третью, или все-таки... Или все-таки будет с двух бас начинать играть? Что-то у меня сомнительно. Я думаю, третий это будет пораньше. В тем временем гейт доделывается у Protoss. Сразу будет поставлена кибернетка, естественным образом. В стеночку, в стеночку, по-моему, получилась совершенно глухая. Пилончик потом придется убивать. Ну, что поделать. Собачки контролят. Собаки убегают от пробки довольно забавно. Прогрызаются камни. Ну, да, третья поставлена. Камни прогрызаются. Три базы в линеечку. Кибернетка сразу воробеет. Тут фотонка, ну, что-то вообще наглухо закрывается. А, конечно. Понятно, почему наглухо закрывается. Тут же камешки их тоже можно снести, и будет отличный вход на базу. Все понятно. Все ясно. Сентрик, Мазершип Корр, все как обычно. А тут, смотрите-ка, хочет наказать, хочет наказать Олег эпоху бронзы. Пытается зафотонить третью. Это ему, в принципе, удастся. Тут вот эти вот... Да, 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 да. Отменяется хата, логично. Более чем логично. Одна фотоночка отменилась, одна осталась. Собачки умрут. Но этого достаточно, чтобы на какое-то время отложить постановку третьей. Шикарный план, отличный вход. Собаки бегут, это дело убрать. Третий переставляется. Ну, так вот, Олег хорошо зерга напрягает, мне очень нравится. Прибежал, постучался. Ой, собак этих четырех будет мало. Они... Даже энергетический щит не снесут. Скорость лингом заказана вот только-только сейчас. В результате, кажется, тяжело получается. Ха-ха, пробочка прибежала и спаслась еще вдобавок ко всему. Собаки за ней бежали, 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 бежали. Прибежали под фотонку, еще в совершенно неудачного угла на нее агриться. В результате, тут еще вагончик собак потеряется. Сейчас на ровном месте. Отлично. Прекрасная фотонка, она себя более чем окупила. Тут 16 килов. И, похоже, она не хочет останавливаться тем временем. Тем временем роботикс, тем временем добавлены твайлайд, гейты. Все тут в порядке. Ну и врача от него эпоха бронзы. И у эпохи бронзы сейчас будет сберевать эту фотонку врачами. Наверное, будут врачи-то в заказе. Ага, и муталийск. Муталийск есть. Шпиль. Шпиль поставлен. Развод дропами мы видели. Теперь посмотрим, что же такое развод муталийсками. Может быть и то, и другое. Фенечка прилетела. Фейковая фенечка. Посмотреть, что здесь происходит. Шпиль она, как ни странно, увидела. То есть, опять никаких секретов. Ну и просто, конечно, тоже все видел. И зерк все видел. Все все видели. Все знают, чем занимаются соперники. Собак становится уже много. Они готовятся выходить. Но тут выходить, конечно, такое фаталити выходить нельзя так. Призмы тем временем уже готовятся. Подробаться. Почему бы нет? А вовсе, кстати, не мута будет, оказывается. Да, вовсе, караптеры. Опа, полетели. Так, и куда они, и зачем они? Такой неловкий вопрос, а что... Что из этих губителей будет сделано потом? Они что, в брудовом будут морфиться? Сомневаюсь. Я что-то... Гидра там еще в каком-то таком приличном количестве. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Олег тем временем грейдится. На третью выходить не спешит. Здесь пилончик ставится. Тут еще слизь. Сейчас, конечно, на третью он выйдет. Да, как ее отбивать? Камни разбиты. Да нет, тут, кстати, по армии это вполне можно нормально отбить третью. Если это произойдет четвертую, тем временем заваривает эпоха бронзы. Опс, надо убрать, конечно, потому что что он тут будет стоять? Нет совершенно никакого смысла. Добавляется еще несколько губителей, добавляется еще 10 рачей. Такой микс получается, такой хороший, интересный микс. Вот только он пока проигрывает. Проигрывает по грейдам, потому что у протеста уже плюс 2 на атаку. Залет призмы не увенчался успехом. Убить ее, конечно, не удастся, она улетит. Но попытка дропа, она не увенчалась. Не увенчалась, и тем временем эпоха бронзы уже копит такой большой лимит. Грэйби только очень медленно делаются. Добавляется еще один шпиль. Интересно. Хочет делать крыльды побыстрее на воздух. Наверное, будет-таки выход на третью. Да, будет выход на третью. Протес пока не реагирует. Вот реагирует сейчас. Сбреет, сбреет, Нексус. И попытка свалить, она не удалась, не удалась. И половина армии зерга сейчас погибнет здесь. Отличные филды, отличные филды от Олега, друзья мои. Просто шикарные. Однако полиимита все равно эпоха бронзы больше сейчас. Сумел-таки сохранить часть армии, но часть армии полегла там ни за что. Практически. Возвращается Нексус. Я на телефончик буквально на секундочку отвечу и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что тут, 200 уже, 200 лимита зерга, нужно выходить и дотекать, и дотекать, и дотекать, и пытаться как-то уничтожить протасы, но уничтожить его трудно, потому что граиды все-таки все еще лучше, уже третья атака есть. Зерга этим похвастаться не может, ни в коем случае. Плюс опять же нельзя забывать про филды. Макро-хаты, видимо, ставятся. Нет, не макро-хата. А, и макро-хаты, пятая. Хорошую позицию занимает протас, чтобы отбиваться. И фотон оверчарч, и филды, и вот этот кусок армии сейчас отдастся, который забежал за эти филды. Приходится спасаться. Караптеры зависли, и все погибли. Колосс они не разберут, не разобрали колосс, а колосс жив остается. Нет, все-таки умер. Все-таки умер, и сравнялись лимиты в этом бою. Отлично отбивается Олег, отлично отбивается. Не просто отбился, но тут еще и... Зилты прибежали, хату отменили. И на другую сторону прибежали. Сейчас тоже пытаются что-нибудь отменить. Тут дарки, но... Дарки умрут, и призма умрет. Зилоты какие-то очень крепкие. Очень крепкие, очень, там много нарезали. Нарезали рачей. Быстрее дотекает зерк, но к качеству не воюет Протос. Ничего вы с этим не поделаете. Восстанавливает, восстанавливает хаты. Нужно добывать. Потому что минералы на мейне кончаются. На натурале скоро закончатся. Собственно, мейн у... Протос закончился, натурал уже закончился. Тут третью нужно как-то пытаться убить. Вот если третью убить, то это ключ к победе. Если третья падёт, всё будет отлично. Небольшое сбегание на четвёртую. Стучится зерк в двери на натурал. И вот этот кулак, он куда пошёл? Не очень понятно пока. Такие странные гуляния. Оттянул большую часть войск. Протоса. Назад эпоха бронзы. Стучится, стучится, стучится на натурал. Его туда не пускают. Ещё дарк бежит, его никто не может увидеть. Аверсира нету. Нужно как-то спасать вот эту армию. Потому что, ну... Это же всё, что есть. Нужно уходить. Тем временем, протос сравнивается по лимиту. Ой, ещё сейчас характеров отрежут немножечко себе. Так и происходит. Будет очень тяжело, потому что по грейдам всё, просел окончательно зерк. Филды довольно странные, но отлично сработали. То есть они никого не отрезали, просто они отрезали путь к отступлению. Шикарно. Шикарно. И всё, это джи-джи практически, друзья мои, потому что... Ну, никакой зерк так уже не дотечёт. А у протоса, посмотрите, третья качает вовсю, четвертая поставлена, сейчас тоже качать будет. Ну, и тот самый десбол, о котором нас предупреждали, он, вот он гуляет. Весь такой опасный. С фармхостом. Одного... Одного пожалели, второго нет. Тут несколько с фармхостов закопались. Постараются каким-то образом мешать. Мешать, атаковать, но очередные зелоты выбегают. Зелот, конечно, с третьей атакой. Они совершенно адовые парни. И, наконец-то, пробочки перевелись на четвёртую. Снова экономика в порядке у протоса. Зерк тратит все деньги, тратит очень хорошо. Переходят с фармхостов. Их тут приличное количество. Уже насобиралось. Вы посмотрите, сколько ещё добегают. Только что с дарком делать. Когда раскуклились, дарком, конечно, придётся отойти. Тем временем просто забегают с другой стороны. С фармхосты-то перекопались. А значит, можно, можно нарезать. И в очередной раз четвёртая падает. И тут ещё огромное количество оверов упадёт сейчас. Вкусные оверы, они никому не мешают. И благополучно умирают. Никому не нужные жалкие оверочки. Всё, рекол. 200 лимита протоса. Просто встала и рекольнулась армия. С фармхосты идут подкопаться. Подкопаться, наверное, под четвёртую попытаются. Что из этого получится, очень сложно сказать. Но я боюсь, что этого маловато. Ребят, маловато. Да. Будут на четвёртую выходить. Логичное, в принципе, решение. Вот только закопаться им нужно бы сейчас. Потому что, если не закопаются, то все погибнут. Это ещё хорошо, что блинка нет у сталкеров. Он, кстати, есть. Просто его не используют. Их маловато. Так бы совсем тяжело было. Выползают с фармхосты. Закапываются уже под третью решаются. Вот. Только я вспомнил про блин. Как он тут, как тут. Хоп. Тем временем вычищены уже. Две хаты. Пока мы наблюдали за бэтлом. Олег почистил всё прилично. И выходит в контратаку. Это, конечно, победа. Да. GG. Эпоха бронзы проигрывает. Олег выигрывает. Всё, ребятушки. Спасибо, что смотрели. Немножечко скомканный получился стрим. Но я надеюсь, что игру вы посмотрели. Всем спасибо. Заходите на канал. Подписывайтесь на канал. С вами был Ревун. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.